Угловой балкон третьего этажа. Угловой балкон третьего этажа. Раз, два, три. О, вот там Гитлер. Сейчас в бывшей квартире Гитлера разместилось отделение полиции. Кто хочет в квартиру Гитлера сразу же добро пожаловать в полицию. Что надо такое сотворить, что прям в ту полицию привезли, а не в другое отделение? Ну, вы знаете, любая пропаганда нацизма запрещена Конституцией Германии. А у Гитлера это был официальный адрес его прописки до самой его смерти 30 апреля 1945 года в Берлинской имперской канцелярии, окруженной советскими войсками. А в паспорте у него стоял адрес прописки Мюнхен, принц-регентенплац, 16. А мы с вами выезжаем на улицу Альберта Эйнштейна. Эйнштейн прожил в Мюнхене 16 лет, учился в гимназии. Учили, видимо, неплохо, если он стал Альбертом Эйнштейном, или вопреки тому, чему учили, такое тоже бывает. Надо вспомнить имена других ученых, связанные с Мюнхеном. Это, прежде всего, рентген, чьим изобретением все мы пользуемся до сих пор. Рентген возглавлял кафедру физики в университете Людвига Максимилиана. В другое время ее возглавлял господин Ом. Закон Ома, помните? Что-то такое. Ну, я не предупредил, но кому? Сила перта в воду не теряла. Это архимед. Сила перта в воду не теряла вес изроды, его приезд из воды, сила выпроши воды. Справа от нас. Один из больничных комплексов. Повод вспомнить о том, что Мюнхен крупнейший медицинский центр. Сюда приезжают делать операции на сердце. Все спортсмены из России, из Украины, получившие малейшую травму, едут в Мюнхен. Здесь хорошие специалисты-ортопеды. Вот пару лет назад в Мюнхене сделали операцию на позвоночнике такому спортсмену, как Михаил Сергеевич Горбачев. Ну, вы знаете, Германия его обожают, на родине по-разному относятся к нему. Но история тоже рассудит. Кто прав, кто виноват. А у нас сейчас будет возможность увидеть здание баварского парламента. Ландтага, которое называется Максимилия Неум. Построено по заказу короля Максимилия II, как интернат для особо одаренных детей. Король имел два высших образования. Его называли ученый на троне. Поэтому не случайна его забота об особо одаренных детях. Ну, какие интернаты для особо одаренных детей строили короли, мы сейчас с вами увидим. Мы объедем вот эту опорную стенку и посмотрим на светофоре налево вверх. И сейчас в здании парламента живут 50 особо одаренных студентов на полном государственном обеспечении. Я разговаривал с одним из ребят этих. Он сказал, что у них бесплатно проживание, питание. Вот слева смотрите. Неплохо. Для интернат для особо одаренных детей. Ну, образование вообще в Германии бесплатное. И для приезжих? А для приезжих это уже под вопросом. Для жителей Германии. Это считается Мюнхенский театр, да? Это Баварская национальная опера. Потрясающе. Здание построено по проекту архитектора Карла фон Фишера. Молодой, тогда 25-летний архитектор в 1817 году выиграл международный конкурс по архитектуре. Здание построено на месте бывшего францисканского монастыря. При нем было кладбище. Все это разрушили. И говорили, театр построен на несчастливом месте. Действительно, прошло несколько лет. Зимой случился пожар. Вода замерзла. Пришлось гасить в Мюнхене. Если вода замерзла, то пивом. Пива тогда не хватило. Если бы сейчас, не дай Бог, пришлось бы. Нас бы вместе с королем затопили бы пивом. Театр сгорел. И только в 1825 году, под руководством другого архитектора Лео Фон Квенце, было восстановлено здание театра. А площади принял такой итальянский флорентийский вид. Вот там аркады. Вот такие аркады. Пришло Лео Фон Квенце обычному зданию почты. Никакой почты там сейчас нет. А вот такой вид, с левой стороны от нас, Лео Фон Квенце придал южному фасаду зимней королевской резиденции. Если пойти на экскурсию по этому музею, сейчас там музей, придется пройти примерно 6 километров. Это один из крупнейших королевских дворцов Европы. Строили его 450 лет. Но это был недолгострой. Каждый герцог, курфюст, король что-то свое достраивал, и в результате он стал одним из крупнейших. Только после одной бомбежки 25 апреля 1944 года из 25 тысяч квадратных метров крыш резиденции целыми осталось 50 квадратных метров. Представляете, что пришлось восстанавливать после войны? До сих пор ведутся восстановительные работы. Называется рыбный. Видите, рыба. Его никогда не выключают. Даже зимой температура может опуститься. Смотря какая зима в Европе, до минус 20, фонтан покрытый на реке, все равно будет работать. А что там ягненок или теленок? А потому что здесь танец мясников исполняется. Когда мы назовем ремесленным училищем, выпускают мясников, вот эти молодые ребята, которые выходят из этого училища, они забираются в этот фонтан, набирают ведрами воду и окатывают всех, кто проходит в воду. Но дело в том, что фонтан никогда не выключают, потому что зимой масленица. По-немецки она называется фашинг. К фашистам никакого отношения слова не имеют. Во время масленицы, во время фашинга проходят балы, карнавалы. Все это заканчивается во вторник. Среда, первый день Большого Поста, называется Ашернифо, пепельная среда. И вот в первый день Большого Поста, пепельная среда, в Ашернифо, из этого здания выходит обер-урганистер города. В руках у него городская сума, и она пуста, потому что все растрачено во время карнавала. И он подходит к этому фонтану и моет городскую суму, потому что считается, что если в пепельную среду в Ашернифо помыть городскую суму в этом фонтане, она снова наполнится деньгами в следующем фонтане. А, поэтому не выключают, да? А следом за горганистом идут все живающие, горожане, гости города, со своими кашингами и тоже моими в этом фонтане. Я читал, что еще в 15-м веке, люди, которые хотели... Часы! Люди, которые хотели вернуться в Мюнгель, бросали в Мюнгель, даже в Шонтане. Часы! 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 Вот это красивое здание. Это ратуша, оказывается, тут правительство заседает. Часы. Не ошибся вчера. А что же там будет происходить? Часы. Часы. Мы здесь можем восстановиться. Это еще тоже не оно. Все рано. Все рано. Там начнутся переизвольные часа. Ага. Мы с вами вышли в сердце Мюнхена на знаменитую площадь Мариенплац. Площадь Марии она так названа, потому что здесь установлена колонна Марии. Установлена в 1638 году в память о двух событиях. Первое событие из Мюнхена ушла чума. Чума, да? Закончилась оккупация Мюнхена шведскими войсками во время 30-летней войны. Когда шведы подошли к городу, ворота города были открыты без боя. При условии, что шведы не будут грабить и не будут убивать. Была обещана и была выплачена большая контрибуция. В летописи написано, что сердца шведов были смягчены три раза в день. В 11, 12 и в 17 часов. На верхнем ярусе изображена свадьба Герцога Вергеевна Пятого и Гренаты Батариновской. Грената и Герцога. О, пошли. Я убил смысл. Это беле. Поехали. 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 Идите. Продолжение следует... 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 Ну, кто молился, кто наблюдал за девушкой. Если сфотографировать со вспышкой, обязательно вспышку вызвать надо. Прямо держать над ней, то будет орел вокруг этого. Только надо прямо над этим взять и вспышку искусственно вызвать. Ну, и вот здесь можно увидеть фотографии. Что ты чувствуешь? Кажут, что это дьявол разозлился и сделал сюда ногой тупнуть, типа осталось его сверху. Я ничего не чувствую. У меня в одной группе женщина наклонилась и руку положила. Я говорю, вот руку я не видел, чтобы ставили. Она говорит, у меня особая чувствительность в пальцах и я чувствую сильнейшую ногу. Ну, я ничего не почувствовал. Ну, я экстрасенс. Стены и башни остались. А это 19 век. Ну, еще хочу обратить внимание. Сколько людей тут было и все поумирали, да? И мы поумираем. Новые люди будут ходить. Новые. Ну, такова природа. О чем тогда смысл жизни? Что ж это такое? О чем смысл жизни? Да. Ну, над этим бьются сотни тысяч лет. Они не могут понять. Каждый человек себе пытается понять. Придумать смысл. Какой смысл жизни. Вот. Я думаю, что смысл жизни каждого человека двигает дальше развитие всего человечества. Двигает дальше. Чтобы следующие поколения жили лучше. Чтобы они жили дольше. Потому что, не знаю, природа нам дает возможность посмотреть на такую жизнь. Ну, это интересно, как вам интересно. Вот. Люди, сколько бы они ни жили, как правило, они хотят дальше жить. Вот. У моей жены, твою родную дедушка. Площадь для променады. Здесь очень много памятников. На квадратный метр площади обращает на себя ближайший нам памятник. Это памятник графу Монджеля. Мюнхенская художница собрала сохранившиеся портреты графа. По ним создала трехмерную модель на компьютере. А по этой модели на станке с программным управлением профрезеровали из алюминия вот такой памятник. Ну, мальчик из России один сказал, что у нас бы двух дней не простоял. Ну да, а что это за Индира Ганди или что это? Это Майкл Джексон. Майкл Джексон. Да. Но если бы мальчик им был памятник, следовало бы сделать не из алюминия, а из золота. Благодаря инициативе этого человека, это бывший министр паралл... Там Майкл Джексон внутри, видите? В Мюнхене стали проводить праздник Октябрь-Кресс. Представляете, сколько денег попадает, благодаря его инициативе, ежегодно в городскую казну. Ну, а памятник, который заметил Санвел, никакого отношения к Майклу Джексона не имеет. Это памятник композитору Орландо Ди Лассо. Ага. А что, в памятник имеет отношение к искусству, то решили, там поклонники Майкла Джексона обосновались там. Видите, там портреты, цинклики, встречи. Ну, понятно, да. Дело в том, что Майкл Джексон остановился вот в этом отеле. Да? А вот этот отель, это самый знаменитый отель в Мюнхене, Баварский двор. Байев и Шерков. Именно в этом отеле проходят ежегодно события по безопасности и сотрудничеству с Европой. В этом году тут было 600 ведущих политиков мира. В Меркель, Матрон. Крэмп не приехал, но там свои проблемы были. Путин, он не приехал. Но все вспоминают, что в 2007 году он здесь произнес речь, которая там... Она похожа на речь Никиты Сергеевича Хрущева, когда он в Генеральной ассамблее ООН стучал туфем по трибуне. Вот он тоже здесь угрожал. Никто не обратил моего внимания, но он очень обиделся. Вот он любит сегодня. Ну пойдем. 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 элементы, в Баварии было объявлено Баварской Советской Республикой. Ленин бомбардировал телеграмму сообщить, что известно о Баварской Советской Республике. А известно, что 5 мая 1919 года Баварская Советская Республика была потоплена в крови войсками, присланными из Берлина во главе с генералом Эппом. По улицам Мюнхена и лились потоки крови в буквальном смысле слова. В первый же день без суда и следствия было расстреляно порядка 600 человек. Об этих событиях подробно написал в своем романе «Успех» Беон Хейхвангер, который жил в Мюнхене и был свидетелем этих событий. В это же время здесь находился и Гитлер, который тоже носил красную повязку. Эту повязку он поспешно сорвал по его императелям. Жаль. Жаль, да. 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 Сделали великолепные современные интерьеры. Вот какое красивое здание Боже. Вот это мне нравится. И не такой балкончик. Здесь. Какая красота. Живые лианы растут. Вот там. Выставочный зал. Типа убирая из банка. И там сейчас очень интересная выставка. Одежда самураевая. Вот там вход. Она работает. По-моему, до 20. Но очень. Хорошая музыка. Ого. Державейка. Меня знаете, что поражает технология. Изготовить. Чтобы был абсолютно ровный шар. Да еще это же не из бумаги. То есть, не ржавейки. Да еще и подвесить здесь. Ага. Девочка на шаре. Те львы красивые. Ну и вообще. Тут кланились. Немцы шли. Гитлеру честь отдавали. Тут это было повстание. Мы стоим с вами перед знаменитым. Надо и толковосы. Баванцы любят пошутить по поводу этой альбаной. Говорят, один из толковосов вовсе не толководец. Другой не Баванец. А по поводу вот этой композиции в центре, где воин держит с нами и женщину защищает. Баванцы любят труба послужит. С нами не бери, а бабу не бери. Похоже, правда? Да. Приятно, когда по поводу таких серьезных вещей шутил во времена нацизма. Это было очень мрачное, на наш взгляд, место. Представьте себе, вот здесь трибуна с нацистским руководством. Перед ними... Это была свастика тут, да? Свастика вот там, с той стороны была, на парапете. А вот здесь море голов в стальных швях. Отсюда начинались торжественные марши в сторону Королевской площади. Помните, мы проезжали к Красивой в древнегреческом стиле площадь? И помните, я вам говорил, там фундаменты. Там были мавзолеи, в которых были захоронены вот эти вот молодежь, вот эти ребята, которые Гитлер повел под пули полицейских. Американцы, конечно, взорвали эти мавзолеи. Сейчас остались только как напоминание фундаменты. Ну, а вот это здание, это одна из знаменитых в церкви Мюнхена Теотинлеркирхе, церковь святого Кайтана. Построена по заказу той самой Аделаиды Самбойской, которая начала строить летнюю резиденцию и фембрию. Студент. Студент стоит. Вы его сфотографируете. Красивая архитектура. Ты подержался за мордочку? Да. Хороший день. Солнышко. Семь лет. Еще две мордочки. А где, где, где? Вон там остался, вот кусочек доски мемориальной. А, это свастика была тут, да? А свастика вот здесь, на парапете. На парапете, да? Угу. Какой оперный театр красивый. Жалко, сегодня, по-моему, нет никакого представления в театре. Пожалуйста, Тангейзер. Кто говорил, что в Германии голые не выступают на сцене, он, пожалуйста, полностью обнаженный до пояса. Мы как-то хотели пойти на Вене. Это не костюмы, ребята. Тангейзер Вагнера. Какая ручка красивая. Что это за дегр, телев, я вам сейчас скажу. А вот эта ажурная башня, эта историческая башня, она называется обезьянья. Когда будущий император, Людвиг Баварец, был грудным ребенком, при дворе жила обезьяна. Однажды она улучшила момент, когда никого не было в комнате. Взяла ребенка в народ, и стала баюкать так, как это делали няньки. И тут забежала нянька и увидела наследник престола в руках у обезьяны, подняла крик, напугала обезьяну, и та, не выпуская ребенка из рук, выскочила через окошко и забралась на эту башню. Представьте, какой переполох был при дворе. Все, что было мягко, бросили под эту башню. Подушки, одеяло, перины. Но это все не спасло бы ребенка, если бы герцогиня не взяла какие-то лакомства, не приманила обезьяну, та спустилась и отдала ребенка. А тот стал императором. С тех пор эту башню называют обезьянью. Мы с вами видели гробницу этого императора, а здесь было начало. И к начало, так и и конец. Через дорогу. Через дорогу. Придворная пивная. Герцог распределился открыть пивоварню при дворе. Тогда остальные пивовары пришли к нему и сказали, что ты с нами делаешь, все будут брать пиво только у тебя. Он ему ответил, не переживайте. Мы устроим испытание пива на качество. У кого будет хорошее пиво, у того будут брать. В России, в Украине показывали рекламу чешского пива в Козе. Там мужики в кожаных штанах садились на скамейку, но штаны не были балансные, потому что это отсюда. Вот так испытывали пиво. Выливали пиво на скамейку, мужики в кожаных штанах садились на скамейку и в течение часа пили пиво. Если пиво хорошее, штаны прилипали к скамейке. Так что нужно было с ней подняться. Если плохое, соответственно, не прилипали. В этом рассказе мне нравится то, что они целый час пили пиво, а понять хорошее или плохое могли только через другое место. Еще в 1516 году Баварский герцог издает закон о чистоте пива, первый в мире закон о чистоте продукта, который действует до настоящего времени. Видимо, поэтому лучшее в мире пиво немецкое, а лучшее в Германии безусловно, баварское пиво. Надежда Константиновна Крупская. Знаете, кто такая? Жена Ленина. Да, а тут приходится молодежь и говоришь, что это жена Крупского. Жена Крупского? Да. Так вот, она писала маме в письме «Мы сели чем пили пиво в пивной, где на каждой кружке вот эти две буквы». НВ, народная воля. Она так шутила. Благодаря этому письму мы знаем, что я не сели чем пили пиво в этой пивной. И не только они. Все, кто бывал в Мюнхене, пили пиво в этой пивной. Пил здесь пиво и гитлер. Но не только пил пиво. Здесь состоялся первый слез нацистской партии. Здесь гитлер первой произносил свою программу. Во времена нацизма это было одно из наиболее памятных мемориальных мест. Внутри была установлена бронзовая стела, изображающая гитлера, выступающего перед своими соратниками. Сейчас этого ничего нет. Обстановка такая, какая должна быть, пивной. Никому дело до того, какие вы разговоры ведете и, может быть, песни поете. Но учтите, что пиво продукт опасный. Ленин здесь пил пиво, гитлер пил. Мы не знаем, кто сейчас пьет здесь пиво. Ну, а мы рассказываем о нем подошел к концу. Вы понимаете, что это город, о котором можно на часах говорить, целыми днями бродить по прекрасному городу. У меня остается поблагодарить вас за внимание. Спасибо вам большое. И пожелать вам, во-первых, нормально добраться на родину, а всегда еще приезжайте, приезжайте. Спасибо вам большое. Очень приятно. Может быть, я даже буду спектакль с вашим частем здесь. Дай бог. Сында, вас. Дай бог. И тут будут афиши. Никогда не тряпка иступала. Начала только. Огромный портрет ее был. Прямо на Марин Плац. Ого. Да, ну, красивая женщина. Ну, да. Сейчас она тоже красивая, правда, располняла. Все равно красивая, да. Красивая. Болос красивый. Так что все возможно. Спасибо вам большое.